Региону нужны кадры, а людям достойная зарплата. На трехсторонней комиссии по трудовым отношениям обсудили молодежную занятость. Главная проблема состоит в том, что молодые специалисты не задерживаются в Ульяновской области, а едут работать в Казань, Москву и Северную столицу. Причина профессиональной миграции есть. Вспомним, как мы сами начинали свой трудовой год. Думаю, что немногим удавалось сразу устроиться на приличную работу, на хорошие условия. Трудный труд агрессивен к молодым специалистам. Это требование опыта работы для этого устройства, автоматически низкие зарплаты, нелояльность работодателей к молодежи. Все это заставляет молодых людей искать счастье других регионов. Есть и положительные тенденции. За первое полугодие 2021 уровень безработицы снизился. В начале года в Ульяновской области числилось более 25 тысяч безработных. На данный момент их не более 5,5 тысяч. Служба занятости увеличила банк вакансий для ульяновцев. Работа есть, но выбор пока небольшой. Проще говоря, есть куда стремиться. Правительство региона планирует повышение заработной платы. У профильных специалистов есть предложение. Очень большую работу сейчас проводит все правительство. И у нас губернатор поставил задачу сейчас, чтобы не замыливали эту тему и повышали заработную плату не на 5, даже не на 10, а на 15%. Только так мы можем двинуться вперед. И здесь есть резервы. Конечно, нельзя сказать работодателями, что давайте, ребята, с завтрашнего дня у нас будет на 15% зарплата выше. Так не работает экономика. Но у нас есть большая часть, которую можно резервом назвать. Это то, что платится от зарплаты в конвертах. Если это работодатель обелит, тогда у нас действительно будет видно, что вполне достойно можно зарабатывать, и при этом бюджет местный будет получать отчисления. На протяжении двух лет в Ульяновской области действует закон о молодом специалисте. В него входят дополнительные выплаты для начинающих работников бюджетной сферы. Это закон уникальный, он действует с прошлого года. На сегодняшний день больше 2000 человек уже воспользовались этой мерой поддержки именно из молодых специалистов, что, собственно, и говорит о их закрепляемости в родном регионе. Ульяновская федерация профсоюзов тоже поддерживает молодежь. Проводятся научные конференции и дни открытых дверей на предприятиях. Профсоюзы на данный момент делают упор на обучение молодых кадров. Молодежь готовить к будущему надо, поэтому федерация профсоюзов сегодня на основании закона о профсоюзах пролоббировала обучение 30 студентов, молодых ребят, получение второго юридического образования, для того, чтобы они действительно в будущем могли профессионально работать по защите прав не только своих, но и тех коллективов, в которых они работают. Специалисты федерации профсоюзов также провели мониторинги среди молодежи. Выяснилось, что большинство опрошенных недовольны заработной платой в Ульяновске и перспективами карьерного роста. Виктория Черкова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.